К нам поступил следующий вопрос Дома практически не удается выединиться для молитвы В итоге молитва получается наспех Как быть? Преподобный Иосиф Исихаст Афонский подвижник XX века сказал такую фразу Что для монахов самым желательным является послушание А для мирян Иисусова молитва К сожалению, для некоторых членов церкви Эти его слова даже могут быть непонятны Потому что у нас есть такой стереотип Что Иисусова молитва – это монашеское делание Которому мирянам приступать опасно И несмотря на это Преподобный Иосиф говорит определенно такую фразу Для монахов послушание И не в первую очередь для мирян Иисусова молитва Почему для мирян Иисусова молитва? Это греческий святой, афонский Но я приведу еще нашего родного святого Преподобного Серафима Саровского Который тоже дал правила Правила Серафима Саровского, как мы говорим Но, к сожалению, мы не вполне улавливаем Вот саму суть правила Серафима Саровского Нам кажется, что правило Серафима Саровского Заключается всего лишь в кратеньком правиле Утром и вечером Три раза очинаш, три раза Богородица Символ веры и все И мы почему-то у нас Ускользает из нашего внимания Что между этими короткими правильцами Батюшка Серафим сказал Целый день заниматься Иисусовой молитвой Он понимал, что миряне, не монашествующие Миряне обременены своими земными заботами Ответственностью перед семьей, перед обществом Перед своими детьми Которые предполагают труды земные И поэтому не всегда мирянам Подходит длинное правило Но без молитвы Миряне тоже не могут оставаться И поэтому предполагается, что для мирян Иисусова молитва очень-очень удобное средство В течение дня для москвичей Многие добираются очень долго на работу Все это время не мешает произносить Иисусову молитву Придя на работу, даже если вы занимаетесь умственным трудом Который не позволяет вам отвлечься на молитву Восьмичасовой рабочий день Каждый час можно делать перерывы Но люди делают перерыв наперекур Православный человек может Каждый час делать перерыв на 10 минут И просто даже за рабочим столом Закрыть глаза и 10 минут Почитать Иисусову молитву За восьмичасовой рабочий день Это 80 минут Это час 20 У вас получается уже почти монашеское правило Потом вы едете с работы Какое-то длительное время Вот опять же Чтение псалфири, канонов Бывает неудобно В движении, в транспорте Иисусову молитву всегда и везде бывает удобно Вы зашли в магазин Вы про себя читаете Иисусову молитву Посетили прачечную Вы читаете Иисусову молитву Добравшись домой И начав заниматься домашними делами Вы можете продолжать Иисусову молитву Господи Иисусе Христе Помилуй меня Вы это можете произносить про себя Если никого рядом нет Вы можете это произносить слух Стираете, гладите Варите, моете Все время вы можете произносить Иисусову молитву Если она перейдет в навык Вы ее можете из устной формы переводить Уже в более внимательную, умную И поверьте мне Это дает очень хороший результат Это непрестанное пребывание С Богом и в Боге Если апостол сказал Молитесь непрестанно Он предполагал Вот в это непрестанно Входит смысл всей нашей жизни Которая наполнена разными ситуациями То есть мы должны молиться Всегда и везде Ничто не может помешать Молиться Иисусовой молитвой Всегда и везде Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok